Всем привет, друзья! И снова с вами мы на яхте. Сегодня у нас начинаются яхтенные туры, только они будут очень интересные, потому что сегодня у нас будет яхтинг на два дня. Да, такая возможность и услуга также имеется. Сегодня мы прокатимся на лодке, покатаемся, походим, поднимем паруса, зайдем в интересные, красивейшие бухты и насладимся Турцией за два дня. Расскажу более подробнее. Погнали! Мы идем сейчас в офис, получить некоторые документы. Видим, погода просто шикарнейшая. Сегодня есть небольшой ветерок, вечером немного дуло. У нас есть все шансы походить нормально на парусах, на лайтовый, расслабленный теме. Если вспомнить эту марину, а это яхт-марина в Мармарисе, то здесь битком было забито лодками в начале сезона. На зимнем хранении находятся здесь тысячи лодок. Сейчас же все пусто. В прошлом видео я показывал, сколько здесь и красивых, и интересных лодок, а летом вот так. И только такой перекатит поле надо еще. Так как у нас тур всего лишь два дня, мы приехали как раз за день до этого. То есть вчера мы фигачили с Анталии до Мармариса. Это примерно заняло 5 часов. Там достаточно дорога извилистая и медленно. Хоть расстояние всего 350 километров. И мы сейчас пойдем сделаем транзит-лог. Да, для того, чтобы выйти в море на яхте, ты должен обязательно сделать документы оформления выхода, где должны быть записаны все твои члены экипажа. Транзит-лог, так он называется. В Турции это обязательно тема. И когда вы берете чартер-лодку, там всегда есть пометка. Транзит-лог и финальная уборка там стоят 300-250 евро. Ну кто как гражд. В среднем транзит-лог стоит 100 евро на человека. Ой, на человека. 100 евро на команду. Ну финальную уборку делаю лично я сам. Поэтому здесь, если вы работаете со мной, вы экономите деньги. Насчет транзит-лога. Ты должен поехать в специальный офис, в который мы сейчас и поедем. И для того, чтобы выйти с Марины, иногда надо взять еще разрешение. Тоже я иду за ним. Скажу, кто я, что я, что за лодка. И мне дадут бумажку, чтобы это сделать. Напомню, чтобы выйти с этой Мариной, ты должен запросить ассистона. Иначе может быть штраф 300 евро. Смотрите, насколько ничего и никого. Хотя тут в Марине была такая движуха. Было так интересно. Что-то тракторы ездили. Это все начало сезона. То есть это апрель-май. Сейчас же в июне лафа. Так как лодка почти стояла месяц, и никого не было. Надо еще ее помыть. Потому что она такая покрывается пылью. Кажется, вот где на воде есть грязь. А она есть. Это у нас прямая. Тут магазины, брокеры. И есть, конечно же, офис. Всяких рыбок огромнейшее количество. Блин, здесь так прямо дико. Даже так мало людей. Сейчас мы в Мармарисе. Делаем транзит-лок. А также занимаемся узнать насчет топлива. Работать он или нет. Это у нас Нецели Марина. Достаточно красивая, интересная и дорогая. В самом Мармарисе. И здесь же есть и заправка. Фьюл-док. Кстати, вот ребята, некоторые здесь и даже тренируются. Все нормально. Фьюл-док работает. Так что мы сегодня сейчас делаем транзит-лок и сделаем заправку. Сейчас я, кстати, делаю новый транзит-лок. Это бумага. Выдается 4 листа, где ты вписываешь команду. И ты можешь ее 4 раза менять. И он делаешь новый. Транзит-лок стоит 320 примерно евро. Такая тема. Сейчас мы едем на нашу лодку. И надо будет сделать созвон по WhatsApp. Там что-то показать на лодке. Погнали. Ну что, хорошая новость, как говорил профессор Good News. Экшн-камера. Это очень круто. Я очень доволен. Новая камера. Друзья, я приглашаю вас на яхтенные туры, которые состоятся уже в августе. Да, кстати, сентябрь, октябрь, ноябрь является также сезоном в Турции. В ноябре вы сможете спокойно покупаться в море. Не холодно, тепло. И иногда даже дует ветра. 7-дневный курс обучения. Вы сможете получить навыки управления яхтой. Как брать лодку, как ее сдавать, как строить навигацию, прогнозы погоды, как управлять парусами и без швартовки. Конечно, это все мы отработаем. 7 дней незабываемых ощущений и проживания на яхте. Новые друзья, новая компания. Но если вы хотите своей компании, то милости просим. Также, друзья, у нас есть возможность взять лодку на 2-3 дня, чтобы вы могли почувствовать, стоит вам это или нет. Отельный отдых вам надоел. Вы можете взять лодку на 7 дней со своей компанией или просто присоединиться к нашей компании и отдыхать. И смотреть Турцию со стороны моря. Кстати, это достаточно труднодоступно и дорогостояще. А яхтин, он более открытый. Поэтому, если тебе это интересно, под видео есть ссылочки на социальные сети. Пиши мне в личку, я скину тебе программу и стоимость. И когда у нас даты поездки. Присоединяйся к нам. Ну и приятного просмотра. Йоу-йоу, друзья. Наша новая камера. Селфи-палка. Это круто. Пробуем, смотрим качество. Пока заметно, что камера легче, технологичнее, новее. В принципе, его сравнивают с GoPro 12. У меня предыдущая была камера GoPro 10. Как звук, как качество сегодня будем тестировать, пробовать. На шум, на ветер, как он отрабатывает. Конечно же, к этой камере можно теперь подключать микрофон. В ближайшее время постараюсь обновить микрофон и купить себе наконец-то садим. И будет мега круто. Из таких плюсов, которые уже сразу прям заметны на этой камере, это то, что здесь очень быстросъемный башмак или вариант, чтобы ты мог отключить камеру, отсоединить от селфи-палки и просто положить в карман. Я это все покажу. Будет отдельный обзор, сравнение минусов-плюсов камер, DJI и, конечно, GoPro. Товарищи избиратели, мы с вами на яхте, на яхтинге. И мы находимся в Средиземном море, вон Паха, на лодке Ла Боба. И сейчас я покажу вам косу. Давай, Паша, Титаника херач. Паху помните? А если кто не помнит, то это человек, который со мной путешествовал по Америке, по США. Мы на мотиках гоняли в 19-м году. И который переехал в США, он уже почти американец и стал серьезным бизнесменом. Кстати, если кто-то ищет работу в трековой компании, можете обращаться к Паше. Звоните, я оставлю под видео. Но если ты находишься в США только. Да, да, да. Круто же. Яхтинг гонсила. И как на Титанике, я на Титанике. Проверим. Так надо рыбкой, Максон. Сейчас прыгнем. Или сальто. Здесь вода просто шикарная. Вода хорошая вообще. Отличная. Чтобы не было. О, блядь. Стоп-оу. Красота. Вот такая красота. Мы пришли в небольшой пирс. Блин, современный свежий кораблик. Сейчас можно понырять, попрыгать. Смотрите, какая прозрачная вода. В общем, вот так прикольно. Дети прыгают, ныряют. И оксигенно. А теперь со мной беги. Когда я поныряю, ты должен ныряй. Тоже ныряй. Ха-ха-ха. Опа. Эффект присутствует. Опа. Отлично. Буквально в 4-х часах от Мармариса или от Мармарис Яхт Марин находится красивейшее место. Бухта и пляж Кавтлик. Красивейшее место. В сторону дачи направляемся с Мармариса. Шикарное место, чтобы отдохнуть. Припарковаться на пирсе. Прогуляться. Там же есть возможность подключения воды и электричества. В общем, место для релакса. Да, кстати, туда можно также добраться в машине. Здесь есть лежаки, пляж. Все достаточно чистенько и аккуратненько. Главное, что море, солнце и песен. Также это место подойдет для людей, которые хотят потренироваться, поучиться. Так как здесь можно после того, как ты переночевал, спокойно отработать швартовку как кормой с привязкой на муринг, так и, конечно же, отработку кормой. Так что хорошее место для обучения. Друзья, здесь, в таком красивом месте, за постановку на пирс, надо пойти покушать. А это значит, мы идем сейчас и посмотрим, какое есть меню. За мной огромнейшее количество лодок. Так что я и здесь. В общем, красота. Вода просто шикарная. Пошлить, развлекаться. Мне, правда, еще надо по лодке некоторые вещи сделать. Я привез свою запчасть. Благодаря Пете. Петя со Ставрополя, тебе огромнейшее спасибо. Смотри, что мне сделали. И перо. На перо может быть маловатенькое. Но, опять же, я делал такое самодельное чуть больше. Но, к сожалению, нет инструмента. Тут есть такой шестигранник. Я его не смог пока что открутить. Не могу найти инструмент. Есть чуть-чуть больше, но меньше вот нету. Поэтому придется еще сделать. У нас еще вопрос, что здесь редукторы подбывают. И у меня есть вопросы с маслом. Потому что периодически после какого-то движения вот набирается маслица. Немного, но сальник отсечет. Редуктором надо здесь заниматься. Так в остальном случае все отлично. Есть некоторые мелочи, но мы их устраним. Ну и вечерний приятный ужин. Хорошая атмосферная компания, конечно же, есть. Кстати, здесь также достаточно вкусно и кормят. Всем привет! И новый день, новые приключения. И мы продолжаем веселиться. Купание с утра. Обязательно программа и процедура на яхте. Прекрасная вода, хорошее солнце. И, конечно, атмосферная компания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы уже готовимся к выходу. И можете, кстати, обратить внимание, как турки заманивают клиентов. Обычно около таких мест на пирсах или каждый пирс принадлежит определенному кафе. И на этом пирсе будет стоять человек, который будет лопать по воде веревкой либо махать каким-нибудь флагом, заманивая клиентов именно к себе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно же, друзья, все мы понимаем, что кто пришел первый раз на лодку, их может укачать и перекачать. Поэтому я стараюсь выстраивать свой маршрут. И план, чтобы были короткие переходы, максимум пару часов, чтобы человек мог больше купаться, отдыхать и релаксировать. Конечно же, в Турции достаточно очень много красивых мест. И одна из лучших локаций для яхтинга и начало для яхтинга – это будет Марморис, Фитхия и Йочек. Эти две бухты фактически будут решать все вопросы и задачи, которые вы хотите получить от моря. Я рекомендую как раз таки с этих локаций начинать рестрижь. Вода просто прозрачнейшая. Вот такие корабли ходят. Понеслась! Вот такая тема. Продолжение следует... Вот, надо в следующий раз брать моторочку и на моторке уже фигачить. Летом есть нюанс. Если кто-то, например, боится или переживает, что вот там волна, будет ветер, то в Турции, я вам скажу, в большинстве случаев такого нет. В Турции часто аж сели и очень комфортно ходить. То есть нас практически сейчас не качают. Мы идем. Вот туда надо идти. Там вообще лоководие. Я и хотел там, что, видишь, встать. Да, меня начало смещать немножко в другую сторону. Давай. Конечно же, все эти бухты, они становятся бесплатными. Если вы видите пирс и там есть небольшое кафе, то, скорее всего, с вас потребуют плату. Ну, в виде еды. Но если вы видите дикие бухты, где люди стоят и горями, и с привязкой к земле, то это все бесплатно. Вы можете стоять сколько угодно и делать все, что хотите. Конечно, нежелательно, чтобы кричала громко музыка, чтобы люди могли также наслаждаться видами. Но, к сожалению, есть и такое, что люди также развлекаются на полную катушку, и музыка орет со всех сторон. Если вы любите уединиться, чтобы было одно или две яхты, то, конечно, лучше выбирать другие сезоны. Начало сезона до мая и, конечно, после сентября людей будет гораздо меньше. Как и так. Новые отели. Мы в Новой бухте, недалеко от Мармориса и от нашей яхт-марины. Вот тут такой пляжик песчаный. В общем, круто. Здесь круто. Вот так вот. Море брызг. За пару дней можно на самом деле насладиться яхтингом, попутешествовать как минимум по 5-6 бухтам, переночевать пару раз на якоре или в маринах и почувствовать, что такое яхтинг. Я думаю, для начала, особенно для женской половины, будет этого достаточно, чтобы проникнуться и почувствовать ваша это или нет. Ну, а мы прибыли в Марморис, друзья. Вот такая красота. Еще солнце печет. Здесь стоит огромнейшее количество лодок. стоит старый город. И вот такая красота. Мы сейчас приготовим ужин и поедем вон туда. Там есть мостик. И около этого мостика можно привязать наш тузик. И пойдем гулять по Марморису. Сегодня у нас вот такая вкусняка. Это у нас баранина. Или ягненок. Каре-ягненка. Каре-ягненка. Не, не каре. Это просто ягненок. А каре это же на косточке. Уже у нас закат. Это Марморис. Здесь очень много ягсменов стоят. Бесплатно. Все, что вы стоите на ягдере, это все бесплатно. Вот такая тема. Но веселье, которое может быть рядом с вами. Это, кстати, старый город. Это он паха тусуется. Сейчас пойдем гулять на тузике. Поедем туда. Здесь вон есть мост. Там можно поставить тузика. И вот такой, смотрите, пиратский корабль фигачит. Веселые ребята, что сказать. Если вы будете отдыхать или поблизительно ходить около Марморис, обязательно погуляйте по Марморису. Это красивый, интересный город. Не высокой застройки. Много различных улочек. Ищите обязательно улицу. Клубная улица. Она так и называется. Волкин стрит или клуб стрит. Где можно насладиться различной музыкой, барной выпивкой и развлечением. Много по Марморису. Вот так можно поразвлекаться. Променадная. Покушать вкусно. Ну и, конечно, выпить, если захочется. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Также, конечно же, в Марморисе есть старый город и крепость. Обязательно погуляйте по этой улочке, потому что там прекраснейшие виды, очень атмосферно. Очень атмосферно. Белые, голубые дома. Просто вау! Как в Марокко. Друзья, ну все. Мы закончили наш яхтинг. Мы уже в Марине пришуртовались. Я уже не снимал, потому что это уже, так и, знаете, пройден обычный этап и вариант. Все, мы выдвигаемся сейчас домой в Анталию и будем двигаться в сторону Стамбула. Там мы где-то недельку потусим, потом вернемся на следующий бутчартер. А приедем в Стамбул, будем тестировать мотики. Так что покажу и расскажу все новинки. Ну а мы уже отправились в путь. Едем в сторону Анталии. По пути заедем в реабилитационный центр Черепах. Посмотрим, какие черепахи есть в Средиземном море. Посмотрим, что за город Гетчик. И довезем ребят до их отеля. По пути с Мармориса в Кимер мы решили заехать в реабилитационный центр Черепах. Покажу, где живут черепахи. И реабилитацию после того, как накосячили. Вау, вот такая черепаха. Такие черепахи. У них что-то с шеей. Что эта фигня там. Вот такие ванны у них. И все, и вот они так тусуются здесь. Короче, госпиталь, по сути. Ну, голову лишь подняла. Вот такой центр реабилитационный. Оздоровительный. Здесь же залив. Тут есть, кстати, голубые крабы. И море. И большая, длинная коса. И огромнейший пляж. У меня даже немножко дует. Мы в Гетчике, друзья. В городе, где любят стоять миллионеры. Лодка Абрамовича. Здесь мы обычно на якоре стояли. Красота. Кстати, с Мармориса до Анталии есть несколько дорог. Можно вдоль побережья поехать. Это будет примерно 7 часов. И проедете вы 380 километров. А можно поехать через горы. Это будет 4,5 часа. И там, и там очень красиво. Обязательно преодолеть эти две дороги. Потому что под побережью ехать очень классно. Много светофоров, правда. Медленно, но очень красивая дорога. Ну что, вот и закончилась наша небольшая тусовка. Паша, тебе огромнейшее спасибо. Спасибо за поездку. Спасибо за камеру. Спасибо за движ и энергию. Ну, а мы погнали дальше. Встреча с нашими. Они уже меня заждались. У меня там Виля паникует. Типа там где-то увидела турка, который что-то за ней шел, смотрел. В общем, короче, Немного в панике. Говорит, да, приезжай, спаси меня. В общем, это уже там и телефон посольства уже мне скидывало. И уже говорит, во сколько, по какое время она будет гулять, чтобы если вдруг она не пришла вовремя, чтобы я уже там панику устраивал. В общем, вот такая движуха. Ой, в общем, едем домой. В Анталью. А завтра нам рано утром в Стамбул. Там у нас будет пару дней отдых. Субтитры подогнал «Симон»